Сегодня мы покажем как обрабатываем наши семьи акарицидом на основе чего-то очень вкусного да здесь в этом баллоне это китайский баллон стоит приблизительно 20 долларов если перевести в доллары поверли покажи людям акарицид здесь нету конечно муравьиной кислоты мы хотели такой вот приобрести с муравьинкой но здесь на основе тимола каких-то масел на коробочке написано здесь вот на баллоне к сожалению нету потом мы сфотографируем и приложим саму коробку но на самом деле очень хорошо сыпется клещ обработка происходит мини плюсов таким образом вот давайте посмотрим сколько здесь пчелу вот это наши мини плюсы в таком состоянии они пойдут зиму на данный момент 4 5 3 рамки расплода есть еще в семьях сегодня 10 сентября у нас здесь вот такие стоят поддончик и вчера он протирался ну вот тут обработка происходило три дня тому назад вчера он протирался здесь буквально десяток клещей а чем обработка проводилась но этим же акарицидом этим же баллончиком то есть мы задвигаем этот планшет к сожалению через леток мы не можем обработать потому что у нас леток там далее стоит перегородка и он идет вертикально поэтому если мы будем лить туда он здесь выйдется приходится через заднюю через заднюю стенку то есть вот буквально один такой пшик обратите внимание обновку несут наши пчелы такой сегодня сентября 10 10 если попадает если баллон попадает на пчел они погибают или здесь пчелы погибли от того что не смогли выйти и замерзли ночью ну вот в таком состоянии это посыпь за три дня да да это осыпь за три дня пчелы сразу начинает гудеть после того как произошел впрыск вкусняшки карасида андрей а можно я буду все время снимать легко ты будешь все время работать и смотри здесь прошлый раз вот я когда брызгал вот попал видимость сюда и казалось бы ничего не должно было сыпаться потому что здесь осталось подтек сироп не 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 это я уже обращал внимание в других тоже есть попадает вот он жидкость он брызгает вот таким методом видишь и он остался а вообще вот шик идет вот так так три улья только что ушли неизвестно куда да я не сказал на какое количество хватит баллона прошлый раз мы обрызгали порядка по моему 150 пшиков произошло с этого баллона или 170 ну в общем у должно хватить где-то на 300 говорили люди что и на 500 я смотрю тут еще на сотню должно хватить безбожно врут да да но обрабатывать надо каждые три дня то есть через три дня обработка я так понимаю что его буквально хватает тут прошел сейчас то что на пчели осыпется может быть еще на завтра его хватит там но потом уже надо ну короче нам интересно как работа из баллончик однозначно обработку то есть можно провести пять шесть семь обработок каждые три дня и в принципе избавиться от пчел ну что будем прощаться да хотел уточнить вот бывает тут такая ситуация вот эту вот трубку вот здесь я прошел клеем секундой и приклеил вот здесь иначе иначе при нажатии бывает там резиночка стоит эта резинка видимо от этой смеси разбухает и выдавливает трубочку трубочка здесь вот так ходит но я ее приклеил чтобы можно было работать иначе брызгаешь трубка в сторону и вот здесь расползается это пятно и расход жидкости происходит все это в этой гадость хотя вроде как написано это не гадость там тимол там камфорное масло еще там что то такое ну как ни странно после обработки допустим от утром обрабатываем там в 9 утра и уже вечером видно осы но сегодня посмотрим конечно как оно будет это вторая обработка идет их многие будут интересовать как сыпется пчела после этой обработки чего сыпется если попадет на пчелу пчеле будет капут поэтому если это в основных семьях то сперва нужно дыма дать у нас просто здесь вот такое дно давай покажем сетчатое дно так и планшет планшет вот я взял дно вот такого типа дно вот литок ну и пчелы соответственно выходят г-образный такой уступ и данному в него это конструкция была разработана маратом никитенко ну огромное спасибо что он поделился я выдал эту тайну всему миру по секрету всему свету да я вам дно покажу сделали последнее время для белоруссии показать очередной раз дно это очень актуально у нас но сплошно вот пластиковый с рекламных ну это пвх очень удобно работать так вот и о чем что когда она задвинута и допустим баллоном мы подаем вот сюда вот каким-то образом не должно быть сюда подать то она поднимается вверх напрямую на пчел не попадает 4 раз брызгаешь и так понимаю тебе нравится вдыхать это все да ну запах приятный на самом деле если же работаем шести или в десяти рамочных ульях то обязательно туда дым сучила поднялась чтобы на нее прямой впрыск не попал пусть если попадет на пчелу пчела погибнет она матку попадет соответственно поднялась технология мы обрабатываем шести рамочных сгоняем надо дымарь заново ртлый андрей так приятно смотреть когда ты работаешь честно скажу я готов быть твоим официальным оператором не сломая только дзюбу причем мы не про футбол российский если что смотрел бы и смотрел на эту картину как он работает пошли болтун находка для шпиона все мы друзья будем продолжать обработку а вам всем хорошего настроения удачи и отличного закорма и зимовки всем пока а и 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 если на домашнем точке с карникой не очень много клеща по вот здесь буквально через 4 часа после обработки этим за баллоном не ну показывай что тоже показываю смотри 4 часа прошло шестирамочник нет смотри что творится да богато это с учетом того что вы проливали щавелькой здесь 12 рамочники но комикс это посмотри во сколько приехали наверное часа час наверно пол второго сейчас я в него верю здесь немножко давай посмотрим в этом сколько пчелы на есть на данный момент рамок возьмутся на 8 рамок на 7 может красота не говори главное что штука работает работает эффективно зеленый баллон экологичный прямо написано что можно во время до сбора если честно я сомневаюсь я вот тоже хотел сказать что китайцы не всему что написано на заборе от эфирных масел от этого тимола что там еще камфорное масло не не убеждай себя а карацит он в африке коровы хобот андрюха это чтобы не делал мне замечание больше карацит смотри издевается над пчелами называется пчеловодом запомните это лицо разозлил пчелы на меня на траве практически нету потому что соответственно основная причина что здесь был безрасплод какой-то период а там все семьи которые работали на мёд безостановочно ну давай последние уже поехали о здесь немножко посмотреть в общем каждые три дня обработка и клеща можем консервировать там в чат наш белорусский товарищ сбрасывал сергей сбрасывал фотографии клеща как он обрабатывает каждые три дня на 7 обработки там уже ну буквально там 5 10 может быть 15 клеща до этого сыпалась от 1000 ниже поэтому будем работать экологически чистым баллона дано да конечно кладбище я вы китайцы все всем пока сегодня 13 сентября третья обработка мини плюсов давайте посмотрим результат после второй обработки вот такое количество клеща это немало и будем третий раз обрабатывать так не во всех конечно вот в данном попалось такое количество других сейчас глянем вот еще один других поменьше здесь есть но не так много в общем еще один еще раз хочу сказать что баллон работает и вчера вечером я вот там где лежат вот эти вот камни сверху вот в этих мини плюсах я чистил поддоны но сегодня когда обрабатывал смотрел если на них что-то и на них был клещ до десятка там может 12-15 штук это говорит о том что три дня как минимум вот этот корицит они написали акарацит акарицит работает и сыпется потому что 10 обрабатывали вчера почистил и сегодня утром видел там клеща поэтому сегодня чищу опять эти планшетики и опять обрабатываю посмотрю завтра что будет посмотрю через три дня еще пару обработок наверное и с мини плюсами все но этим мы тоже обрабатываем и темени плюсы дальние и вот эти вот семьи и отводки в том числе ебаный и 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 Продолжение следует...